Первая уральская команда СКА «Уральский трубник» в ближайшие дни выезжает в Ульяновск, где пройдут первые матчи Суперлиги чемпионата страны по хоккею с мячом. Накануне поездки спортсмены посетили храм памятника на Крови. Здесь они встретились с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и приняли участие в молебне на начало доброго дела. Перед началом молебна старший священник храма памятника на Крови, протерей Максим Миняйло, провел для спортсменов экскурсию по верхнему и нижнему храму. Поведал о царской семье, напомнил о трагических событиях, произошедших в доме Ипатьева, стоящем на этом месте в июле 1918 года. Вы находитесь не на простом, а на очень святом и очень важном месте. Вы находитесь на месте, где была пролита царская кровь, где, к сожалению, наш народ совершил тяжелый грех цареубийства. И многие беды XX века, протеубийственная война, различные гонения, репрессии, взаимное уничтожение нашего народа, как нам кажется, проистекают из тех ошибок, которые совершили наши предки. Отец Максим отметил значительную роль последнего императора России Николая II в превращении страны в экономически развитую державу. Особый интерес у хоккеистов вызвала информация о том, что царь покровительствовал развитию спорта. Именно при нем было положено начало развития в России олимпийского движения. По завершении экскурсии состоялся молебен. Речи Господи, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всякбо, просяй, приемлет и ищай, обретает и толкущему отверзится вам. Хоккеисты, тренеры и руководство команды помолились о родных и близких и об успехах в соревнованиях. Затем Владыка Евгений обратился к спортсменам с напутственным словом. Когда совершается служба, можно не все понимать, можно не осознавать, что сейчас происходит. Но само присутствие и участие в какой-то службе, оно приносит пользу человеку, пользу душе. Это, знаете, как на поезд садишься, едешь на поезде, ты же не знаешь, какую работу машинист делает. Там сложное все управление всем этим составом, движением. Главное, что ты в поезде, и ты уже едешь. А если ты умничаешь и в поезд не зашел, то он и ходит без тебя. Владыка отметил, что совершаемое в храме есть добро, и пожелал хоккеистам, чтобы они частичку этого добра сохранили в своей душе, чтобы не ушли из храма с пустым сердцем. Затем спортсмены приложились к иконам, зажгли перед ними свечи, помолились каждый о своем. Вообще, это как традиция была. И прошлые года мы также не здесь, а в Первоуральске в храм приезжали. Там тоже батюшка нас благословлял в добрый путь, чтобы без травм, чтобы все, слава Богу, проходило. Сюда мы попали впервые, впечатления были самые положительные. И я думаю, это в сезоне тоже поможет. Завершилась встреча дружеским общением спортсменов с главой Екатеринбургской митрополии. Владыка благословил своих новых друзей и пожелал им победного сезона.